Можно сказать, что раньше такой базы для грибцов в Нижнем Новгороде не было. Теперь здесь может готовиться даже олимпийская сборная. Душевые, раздевалки, комнаты отдыха и, главное, полдюжина тренажеров. Здесь есть баночка, полоски, подножка. Мы подъезжаем, делаем грибок, все по-настоящей лодке. Но кроме тренировок, эта база еще и для соревнований. Все тренажеры синхронизированы с компьютером. Сила каждого грибка преобразуется в скорость виртуальной лодки на мониторе. По ходу виртуального заплыва видно лидера и отставание догоняющих. Это оборудование абсолютно соответствует современным требованиям спорта высоких достижений. Из-за того, что раньше таких тренажеров в Нижегородской спортшколе не было, зимнюю подготовку нашим грибцам обычно приходилось проводить в других регионах. Зимой их очень не хватает, потому что на воде невозможно тренироваться, потому что сборы не постоянно бывают. А так можно хотя бы на тренажере наработать технику гребли, что-то тренер подправит. Сейчас на гребном канале уже построены два эйлинга для хранения лодок. Продолжается возведение третьего. В Нижегородском Зюшоре по академической гребле занимаются 320 спортсменов. 18 из них – члены сборных команд России. Развитие инфраструктуры позволит поднимать массовый и детский спорт. Во всем мире, по крайней мере во всех цивилизованных странах, выпускников университетов, у которых в резюме есть надпись «Опыт занятий греблей», на работу берут при прочих равных условиях с предпочтением. Потому что знают, что опыт занятий греблей – это опыт преодоления трудностей, это целеустремленность, это сосредоточенность, это надежность, это умение работать в коллективе. А еще теперь база может стать хорошим плацдармом и для подготовки сборных команд и проведения масштабных стартов. Канал, я считаю, один из самых неплохих в России, потому что огромные проблемы сейчас у нас с каналом, так как на большинстве акваторий боковой ветер. Это очень сильно мешает всегда, как бы, и неравные условия получаются. А в Нижнем Новгороде всегда либо встречный, либо попутный. Другого такого-то не бывает. Хотелось бы поработать над привлечением в Нижнегородскую область, на наш гребной канал, каких-то международных соревнований, может быть, для начала всероссийских, большого масштаба. Министерство спорта будет работать над тем, чтобы привлечь в наш регион соревнования по спортивной гребле, но, может быть, даже не только по гребле, чтобы Чемпионат мира по футболу был не единственным мероприятием в нашем регионе. Кстати, о проведении в Нижнем Новгороде спортивных состязаний высокого статуса думают уже и на уровне федерального правительства. Может быть, подготовлена заявочная книга на участие Нижнего Новгорода в проведении одного из международных соревнований по академической гребле. Возможно, 18-19 годов это будет замечательно, если вот с такого небольшого проекта по открытию нового спортивного центра мы сможем прийти к проведению в Нижнем полномасштабных международных соревнований по академической гребле. Алексей Александров, Максим Веселов, Объективно, ННТВ